В этом фильме рассказывается о человеке, судьба которого не похожа на судьбы его современников. Он прошел по земле совершенно особым путем, не укладывающимся в рамки обычных представлений. Он не был отмечен при жизни ни общественным признанием, ни особой известностью. Его подвиг к жизни совершался в одиночестве. Мало кто знал о его самоотверженном пути. Он трудился для будущих поколений. Борис Николаевич Абрамов Ближайший духовный ученик великого русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха. Встреча с Рерихом предопределила всю дальнейшую жизнь Абрамова. Она произошла в 1934 году, когда Борису Николаевичу было 37 лет, а Николаю Константиновичу 60. В нашем городе жил один из ближайших учеников художника, философа Николая Константиновича Рериха. Очень долго в Венёве не было ничего известно о нём. В 1960 году Борис Николаевич приехал в город Венёв и жил в городе Венёв до 1972 года. Многие венёвцы были с ним знакомы, но тем не менее о нём мало кто что мог рассказать. До того периода, пока к нам в Клеведческий музей не приехал Майя Петровна Чистякова. Это житель города Щёкино. Вот она сказала, что в нашем городе жил один очень знаменитый человек. Никто из венёвцев не знал, чем он знаменит. И мы стали искать и собирать сведения Бориса Николаевича. Венёв – небольшой старинный русский городок в Тульской области. В XIV веке эти места, как свидетельствует летопись, были отмечены посещением святого Сергия Радонежского. Чтобы найти приемлемые условия для жизни, Абрамовым пришлось совершить в Венёве несколько переездов. Мы находимся по адресу Революционной 19. Это первый дом, в котором жила семья Абрамовых в Венёве. Дом этот и дачный участок хозяева использовали как дачу. И Абрамовым они сдавали только одну комнату. Абрамовы не распечатывали даже свои вещи. Скорее всего, в надежде на то, что подыщут в себе более удобное и уединённое жильё. Мы находимся по адресу улицы Камуны, 15. Это второй дом, в котором жили Абрамовы. Весь дом принадлежал им, а также сад прекрасный, фруктовый и огород небольшой. В этом доме Абрамовы прожили два года до 1964-го. А в 1964-м сдавался в эксплуатацию новый дом на улице Карла Маркса, двухэтажной. И Абрамовы получили там квартиру под номером 1. Здесь они прожили около года и переехали в частный дом, который не сохранился до настоящего времени. На его месте построен пятиэтажный дом. На нём была установлена мемориальная доска к 110-летию Бориса Николаевича Абрамова в 2007 году. Тихо и незаметно текла внешняя жизнь Абрамовых в Венёве. Они имели здесь совсем небольшой круг знакомых. Борис Николаевич почти никуда не выезжал из-за больной жены, которую не мог надолго оставить. Некоторое время он преподавал иностранные языки в вечерней школе. Как-то к нему обратилась Нина Васильевна Бургасова, медсестра местной больницы, с просьбой позаниматься английским языком с дочерью-школьницей. Так Борис Николаевич стал давать уроки Татьяне Бургасовой для подготовки её к поступлению в институт на факультет иностранных языков. Вскоре он подружился с семьёй Бургасовых, сердечными и доброжелательными людьми, жившими по соседству. Стал часто бывать у них, подолгу беседовал, выезжал вместе с ними на рыбалку в окрестные живописные места. Вспоминает Юрий Петрович Бургасов, работавший в то время директором автотранспортного предприятия. Я его решил провести по дебрям наших лесов. Глухие места, дорог там нету, только на вездеходе можно. И мне запомнилось, что Борис Николаевич был в таком восторге о наших русских лесах, а то, что сохранилось, наблюдал определённые планеты, знал время прохождения. Он сам пришёл, Нина Ивановна передала, что приходила я, я адрес оставила, и он сам пришёл. Тебя, по-моему, не было, он сказал, я должен поглядеть на ученицу. Вот, и он тонко по-английски, он сказал, ну что ж, начинаем, но я не помню, с первого занятия как, какие там тесты я прошла, что-то мне вот это, вот это мы будем заниматься, а потом всё будем говорить на английском языке. Он говорит, это вот как родной теперь для нас с вами будет. Какой-то с тетрадочкой. Да, садится, да, открывает, а я так смотрю, что там по плану. Всё, что задать, вот по этим книгам, как раз мне задание давал. Вот отсюда до сюда прочитать. Отдельное занятие на скорость прочтения, на скорость перевода, на скорость поиска слова. Вот, вот такой словарик он мне дал, вот эти, вот эти его отметочки, все. Сладочки, да? Сладочки, да. Он мне помогал сдавать экзамены, а он мне говорил, я вам помогу. Вот вы во сколько будете сдавать? Я в первой пятёрке заходила, он говорит, в восемь зайдёте, восемь, восемь, ну примерно это когда будет, ну вот, там подготовку дают, часов в девять, я вам буду помогать. Я сидела всегда вот здесь, с этой стороны стола, а Борис Николаевич здесь, спиной как он. Справа от него сидела я. Глаза такие у него, какие-то уж очень они проницательные были. Проницательные? А какого цвета вот какого? Сероватые, серые какие-то, глаза серые, стальные, мне так кажется. И в то же время светлые. Светлые, светлые, но нам светлые не по цвету, а по мысли, по свету, да. По светоносности. Просковья Никифоровна Титова, в то время заведующая терапевтическим отделением Венёвской больницы, не раз консультировала семью Абрамовых. С Борисом Николаевичем у неё связаны самые светлые воспоминания. Он был очень такой человек. Ну, как вам сказать, у него, как говорится, орёл чистый. Хоть говорят, что редко, где четыре человека в мире только с чистым орёлом, да. Настолько, вот, внимательнее, настолько, вот, ну, как вам сказать, мягкий, понимающий. Нашим человеком особого такого склада никогда не подчеркнул, что я есть я. Ибо, пожалуйста, со мной это быть я. Доброта, ну, какая-то доброта, вот, уважение к людям, он очень, потому что он человек души. Я там, не знаю, но душевный был человек, который, не забывая, ну, не все понимали его по-русски, как мы. А там он был человек особый, его надо было понять. Он-то всех понимал, но его-то вот не все понимали. 5 сентября 1972 года Борис Николаевич ушёл из жизни. Лето того года было очень засушливое и жаркое. Борису Николаевичу приходилось поливать огород, носить воду из колонки и одновременно с этим заготавливать дрова, которые он сам пилил и колол. Для его сердца эта нагрузка оказалась чрезмерной, вспоминает Нина Васильевна Бургасова. Я в это время находилась на работе, на дежурстве в хирургическом отделении. Мне позвонили по телефону из дома, что Борису Николаевичу с сердцем плохо. Ну вот, вызвали скорую помощь, привезли. А вечером в 5 часов я поднялась к нему в терапевтическое отделение на второй этаж, где он лежал один в палате. Ничего, выглядело нормально, разговаривал со мной нормально. Вот, к нему принесли ужин, кашу, стакан молока. Я ещё сказала покушайте, он сказал потом. Ну так вот, подержала, разговор был, собственно, недлительный. И я ушла. Вечером сходила к Нине Ивановне, к его жене, сказала, что Борис Николаевич ничего себе чувствует. Привет передал. Но больше ни о чём разговора у нас не было. А ночью он умер. На проводы Бориса Николаевича собрались его соседи и люди, с которыми он поддерживал тёплые отношения в Венёве. Приехало несколько его друзей из Москвы и других городов. Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, бывший среди них, в письме Натальи Дмитриевны Спириной, которая не смогла приехать на похороны из-за больной матери, пишет. Последний путь был краток. Вы, наверное, знаете Белую Церковь и кладбище около рынка. Это всего около десяти минут ходьбы от их дома. Под могилу отвели прекрасное место, близко от алтаря церкви и около ограды. Было сказано много добрых слов о Борисе Николаевиче, и я почувствовал, что добро им творимое всё же тронуло сердца многих людей. В памятном слове «Светлый дух», посвященном Борису Николаевичу Абрамову, Зинаида Григорьевна Фоздик напишет такие строки. «Ушёл чистый, прекрасный человек, пробудивший во многих сердцах любовь к красоте. И эти семена, посеянные им, будут произрастать, чем и докажут, что смерти нет, а есть лишь беспрерывный поток, вечно несущийся вперёд, светлое для всех будущее». Незадолго до ухода Борис Николаевич получил долгожданную и радостную весть. В серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Павла Фёдоровича Беликова о Николае Рерихе. Павел Фёдорович, близкий и преданный сотрудник Рериха и один из самых крупных исследователей творчества семьи Рерихов, подарил Абрамову свою книгу с дарственной надписью. «Дорогому Борису Николаевичу с сердечным приветом и самыми светлыми пожеланиями» Автор 22 августа 1972 года Пройдёт немногим более 20 лет со дня ухода Бориса Николаевича Абрамова, прежде чем широкий круг людей узнает о выполненном им высоком поручении, о принесении в мир записей из высокого источника. И в 1993 году в издательстве «Алгим» вышел в свет первый том трудов Абрамова под названием «Грани Агни-йоги», подготовленный Борисом Андреевичем Даниловым. «Грани Агни-йоги» сразу же получили самое широкое признание. В 1997 году, 2 августа, в Новосибирске состоялось торжественное собрание, посвящённое столетию со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова. В докладе «Устремлённое сердце», прочитанном Натальей Дмитриевной в этот день, прозвучало. «Накопленные записи – это подвиг жизни, и мы, знавшие об этом подвиге, всегда относились к ним с благоговением. Мы много лет, изучавшие книги живой этики, постоянно отмечали, что в записях даются новые аспекты положения учения, дальнейшее развертывание его беспредельного смысла и значения. Таким образом, его труды являлись для нас также и ценным пособием для постижения и изучения живой этики и мудрости учителя. В «Гранях Агни-йоги» говорится о пути самосовершенствования как о единственно возможном пути восхождения. Человек – это процесс, заключающийся в постоянном росте и совершенствовании его духа. На несовершенства свои надо смотреть как на отправную точку, от которой начинается путь совершенствования. Ведь начинать всегда приходится от чего-то. Только ничтожество может считать себя неспособным подняться. Нет такого положения или таких условий, от которых нельзя было бы устремиться к свету. Большое значение в «Гранях Агни-йоги» придается науке будущего, которая проникнет в еще не изученные области знания. Людям предстоит пережить великую революцию в науке, которая поставит на твердый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи и энергии. Они есть, их надо только найти и освоить. Ни нефтью, ни газом, ни дымом, ни бензином не будут уже отравлять здоровье людей. Но надо искать, надо думать, надо творящие мысли в пространство послать. Грани Агни-йоги открывают перспективы общения землян с представителями других планет и звезд. Извечная мечта человечества — увидеть жизнь дальних миров, более прекрасную и совершенную. Космическим домом человечества, несущимся в беспредельности, названа в «Гранях Агни-йоги» планета Земля. Как призыв старших братьев человечества к жителям Земли, звучат слова. «Дайте людям, дайте миру, отделите нечто другим от себя. Всё равно что, но дайте». Только даяние в какой бы то ни было форме может служить оправданием жизни и давать жизни смысл. Люди задыхаются от бессмысленного существования, если не могут давать, хотя часто и не понимают причины. Но дух чует пространственную нелепость и бессмыслицу эгоистического прозябания и задыхается в ней. Цель жизни — в даянии. О том, какой человек жил рядом с ними, венёвцы начали узнавать лишь в середине 90-х годов, после того, как появились первые книги из серии «Грани Агни-йоги». На поменках один человек сказал, «Вы, говорит, не знаете, кого мы похоронили». Больше слов не было, но подумать было о чём. А это уж через много лет мы узнали, кто этот человек. А в 96-м году, когда к нам пришли, представители новомосковского общества, рассказали. Какая была ряда? Книга выпущена была. Знаете, не удивилась. Не удивлялась. Я удивлялась. Я, вот мама очень удивлялась, а я сразу это приняла. Ну, читала с удовольствием все эти книги у нас в начале. Мы сразу приняли. Это было, конечно, как потрясение. В феврале 1997 года в районной библиотеке Венёва состоялась встреча с местными жителями, лично знавшими Бориса Николаевича, которые поделились воспоминаниями о нём. Вскоре в городском краеведческом музее Венёва открылась экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Абрамова. Облик Бориса Николаевича можно охарактеризовать одним словом – благородство. Очень гармоничная внешность, спокойные, сдержанные манеры, негромкий голос, светлые и пронзительные глаза, глядящие в самую душу. Он был разносторонне одарённым человеком. Он писал стихи высокодуховного содержания, рисовал картины на тему учения, был очень музыкален, играл на фортепиано. Он был высокообразованным человеком. В архиве Натальи Дмитриевны хранилось 17 акварелей Бориса Николаевича, которые сейчас находятся в музее Николая Константиновича Рериха в Новосибирске. «Смысл их очень глубок и эзотеричен», – говорит Наталья Дмитриевна. В пейзажах и символических картинах, написанных в особой, неповторимой манере, звучит тема живой этики. Его повести и рассказы глубоки по содержанию и необычны. В них говорится о справедливых законах мироздания, которые раскрываются человеку, готовому их принять. Поэзия Бориса Николаевича, как и все его творчество, поднимает сознание над земной обыденностью и уводит в бесконечные обители красоты. В душе горит неизреченный свет. Она поет, как солнечная песня. Она звучит, как солнечный привет, и говорит, что здесь ей стало тесно. Что на земле она в гостях пока, и здесь не может долго оставаться. Что далеко, вверху, в прозрачных облаках, там дом ее, и с ним нельзя расстаться. И, вспоминая свой далекий дом, здесь, на земле, душа в тоске томится, и, устремленная в горенье неземном, с отцом своим спешит соединиться. Для тех, кто знаком с творчеством Абрамова, было большой радостью узнать, что Борис Николаевич также был и автором музыки на свои стихи. В архиве Бориса Андреевича Данилова сохранились ноты 15 музыкальных произведений Абрамова. Впервые эта музыка прозвучала в музее Рериха в Новосибирске 4 мая 2007 года, в день Рериховской поэзии. Устремленное сердце горит, Устремленное сердце горит, но меняет невидимый щит, И лучи охраняют незримо под волною жительских невзгод. В записях Бориса Николаевича есть такие слова. Молчаливым подвигом можно назвать внесение света в мир плотный, когда совершается он без внешних, видимых действий. Одно из своих стихотворений Наталья Дмитриевна посвятила Борису Николаевичу Абрамову. Борису Николаевичу Абрамову Одинокое пламя над всеми ветрами горит, Под грозой, под ударами волны зверевшего мира победно стоит. Ночь темна, но лампада пустыни во мраке бесстрашно горит. В гранях Агни-йоги звучат слова Великого Учителя. После останутся записи эти. Кому-то они очень помогут. Значит, жизнь прожита не напрасно, хотя ее внешняя, видимая деятельность выразилась не так, как у обычных людей. Но ведь мы приняли меру необычности. Необычные записи, и внешнее одиночество, и отдаление от тех, кому стремится сердце. Но миссия жизни выполняется, несмотря ни на что. Порадуемся этому, и радостью этой утвердим верность пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова